сегодня мало кто из нас решается выйти из дома не захватив с собой защитную маску она защищает от вирусов которых очень много местах массового скопления людей но многие не знают как правильно носить маску носить маску естественно нужно закрывая и нос и рот потому что это два органа которыми мы вдыхаем воздух если вы на улице можете обеспечить так называемую социальную дистанцию в полтора два метра то в принципе на открытом воздухе маску вы можете не носить существует несколько видов защитных масок для лица медицинские одноразовые многоразовые и специализированный с респиратором наша съемочная группа узнала у жителей владивостока какие маски они предпочитают самые дешевые медицинские которые по карману нам всем с респиратором потому что я в таких простых масках я задыхаюсь наверное одноразовые потому что их купил сразу если вдруг забыл обычную тканевую берешь одноразовую надеваешь они всегда под рукой есть а тканевая не всегда их надо стирать очень часто а одноразовые менять одноразовые потому что за другими нужен уход а у нас городе туван и мороси такую как у вас я беру всегда в аптеках маски именно в аптеках вот и она у меня всегда с собой и в магазине обязательно и то для меня маска это обязательное условие нахождения среди людей много раз я не носил тканью не знаю во всемирной организации здравоохранения считают что ношение масок является основной мерой для борьбы с передачей инфекции и спасения жизни носить маски следует в условиях значительного скопления людей а также в плохо вентилируемых помещениях анна дьякова екатерина князева игорь егоров новости на восьмом